Дети не сидят в телефонах, планшетах и четырех стенах. И желательно не только приятно и безопасно, но и с пользой проводят время. Так, с точки зрения родителей, наверное, выглядит идеальная летние каникулы. О том, как их организовать, сегодня будем говорить с заместителем министра образования и молодежной политики Чуваши Алифтиной Федоровой. Алифтина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что у большинства людей, наверное, летние каникулы ассоциируются именно с такими загородными лагерями. Я знаю, что у нас заявочная кампания на путевки уже стартовала. Вот как эти путевки будут распределяться? На самом деле, летняя пора – это очень интересная пора. Дети уже отдыхают от уроков, да, они в основном дома. И, наверное, каждому родителю хочется и детям хочется хорошо отдохнуть. Не только отдохнуть, и с пользой провести время. Поэтому здесь очень большое значение имеет организация летнего отдыха детей. На сегодняшний день, надо сказать, что у нас на территории Чувашской Республики достаточное количество организаций, которые организуют летние отдыха. Это 426 организаций. Сюда входят и загородные лагеря. Их у нас 18 штук на сегодняшний день в республике. Это и пришкольные лагеря, которые очень активно, хорошо работают. Те дети, которые не смогли по каким-то причинам или не захотели уехать от родителей, соответственно, они могут школу посещать в июне месяце. И если будет организована смена и в июле, и в августе месяце, это возможно. Есть у нас и палаточные лагеря. И, конечно, вот эти условия, они создаются для того, чтобы дети хорошо, полезно провели время. Вот что касается загородных лагерей для начала. Да, если говорить о загородных лагерях, то на сегодняшний день уже у нас начались записи лагеря. 30-го числа, 30-го марта мы дали старт заявочной кампании. В этот день могли прийти родители в социальные центры тех детей, которые оказались в сложных, трудных жизненных ситуациях. Первый этап у нас прошел очень хорошо, организованно. Никаких таких проблемных вопросов не было. Звонки стороны родителей были. Мы им объясняли, разъясняли, как можно написать заявление, где можно написать заявление. Конечно, здесь надо поблагодарить и образовательную организацию. Они изначально провели родительские собрания, родителям разъяснили, как надо провести вот эту процедуру. Конечно, надо сказать, что это не первый год у нас. Уже родители знают, как проходит кампания как раз по записи загородных лагеря. А вот что касается среднестатистических родителей, куда им обращаться, в какой период и в каких городах? Вот 6-го числа, буквально в эту субботу, у нас 2-й, да, 6-го апреля, где родители, обучающиеся города Новочебоксарска, Канаша и Канашского района, могут обратиться к своей образовательной организации. В школу прям? В школу прям, да, и, соответственно, написать заявление. Следующий, третий этап, это у нас 13-е апреля, в субботу, так же, чтобы было удобно родителям. Это для обучающихся города Чебоксара проводится запись. А потом, соответственно, уже 20-го апреля для всех других муниципалитетов. По этапам распределен для того, чтобы было это удобно. Система, электронная система все равно, это мы говорим, система. Могут быть сбои определенные, если одновременно огромное количество родителей будут ходить в систему и писать заявление, как мы говорим, да, проходить эти этапы записи. Поэтому для удобства было сделано так, чтобы поэтапно проходила эта запись. Вот ночевать под стенами школы не придется в этом году моему родителям? Здесь, конечно, такая практика была. Это характерно для города, конечно, Чебоксар. Мы знаем, что здесь у нас проживает большое количество населения, и детей, конечно, обучается больше. Есть родители, которые хотят попасть именно в какой-то, чтобы попал ребенок именно в какой-то конкретный лагерь, стараются и очереди, соответственно, занимать. Но в школах и классные руководители, и, конечно, администрация все эти вопросы отрабатывают, чтобы некомфортной ситуации не было. В любом случае, да, система, она проверена уже не первым годом, так что проблем здесь не должно возникнуть. С точки зрения оплаты, как будут родители оплачивать путевки в этом году? Как будут родители оплачивать? Конечно, стоимость путевки зависит от количества дней. От переждений, наверное, да? Конечно. Вот, например, у нас здравительные лагеря, как мы и говорим, загородные лагеря, да? В основном у нас смена – это 21 дней. Стоимость такой путевки – это 14 962 рубля. Так, но не всегда полностью ведь родители, да? Нет, конечно. У нас есть разные категории родителей. Доход семьи разный, поэтому, соответственно, учитывая возможности родителей, у нас путевки есть разные. 5% стоимостью, 20, 30, 5, 10. Все зависит от дохода семьи. И родители, конечно, могут и коммерческие путевки купить с полной стоимостью, но вот эти условия, они созданы. А вот где родители будут узнавать о том, сколько им придется заплатить? 5% или 20%? То есть какие-то документы нужно предоставить? Конечно. Вся эта информация имеется и на сайтах образовательных организаций. Я уже сказала, что провели родительские собрания. Те родители, которые, соответственно, имеют какие-то вопросы, и мы отвечаем на эти вопросы, и образовательных организаций отвечают. И, соответственно, в средствах массовой информации тоже эта информация есть. Да, то есть либо образовательные учреждения, либо социальные центры, да, они информируют заранее о том, сколько… Классные руководители с родителями этот вопрос тоже обсуждают. им рассказывают. Вот уже несколько лет, но во всяком случае, на моей памяти, мы встречали такую практику, когда лагеря проводят профильные смены. В этом году как у нас? Конечно, профильные смены у нас проводятся. В прошлом году мы тоже проводили профильные смены. В этом году количество профильных смен у нас будет больше. У нас будет 16 специализированных профильных смен. И мы планируем охватить примерно тысячу человек. В прошлом году охватили 800. Это какие направления? Направления разные. Да, направления разные. Есть и спортивные направления, юнармия, артлеты, например, РДШ. Есть связанные интеллектуальными какими-то сменами. Это у нас и наноград. И есть у нас очень интересная смена ЭТКР, когда мы приглашаем детей чувашской диаспоры из не только территории нашей республики, но присоединяются нам и другие субъекты. Даже такие смены у нас имеются. Да, я тоже помню, как-то мы были на съемках, мы снимали, когда был мастер-класс, дети учили, оказывать первую помощь, мне кажется, тоже очень полезно. И такие смены у нас есть. И музыкальные смены, и музыкальные исполнения, например. Для детей, которые по ряду причин не смогут поехать в загородные лагеря, останутся проводить летние каникулы в городе. Вот для них что мы сможем предложить? Первое, это я сказала, у нас будут открыты 337 пришкольных лагерей. Также у нас будут смены и в учреждениях дополнительного образования. У нас, например, в городе Чебоксары, на Чебоксарске даже смены были не только в июне месяце, это мы тоже предлагаем. Мы предлагаем и палаточные лагеря. То есть при желании, например, родители могут найти занятия для своих детей, и занятия, и отдых. Про палаточные лагеря, на самом деле, первый раз слышу. Это что? Это где у нас будет располагаться? Палаточные лагеря, это у нас есть практика у нас на территории аэроклуба, называется «Патриот». Да, это вы знакомы, наверное, на открытие-закрытие смен вас приглашают. И в то же время у нас есть смена горлица, которая проводится в Алатырском районе, это тоже палаточный лагерь. Такие примерно на территории Чебоксарской Республики есть. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, об организации летнего отдыха мы говорили с заместителем министра образования и молодежной политики Чувашей Алифтиной Федоровой. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин